Привет! Меня зовут Катя. Можете называть меня алкашка, которая бухает днём. Я сегодня в Паша Техник Пабе, и я сегодня решила накидаться, опять же повторюсь, днём. Ну, потому что это Паша Техник Паб, и тем более днём тут акция. И первое, что я уже половину выпила, это пивасик, который называется Паша Техник Светлая. Надеюсь, туда на сал Паша Техник, конечно же. Оно на самом деле вкусное, я его уже попробовала. Класс, нормально. Нормально Пашка делает. Смотрите, что мне принесли. Женщина-алкашка, горе семьи. Это, получается, я буду пить одна. Ну, как бы все мы понимаем, да, то, что, как бы, кто здесь королева, алкодискотека. Сейчас бранч, поэтому нам принесли вот такое вот меню. Посмотрите, какое оно охренительное, крутое, да. Называется Порнозвезда на кухне. Это когда я хоть что-то готовлю. Название коктейлей тоже, я думаю, с меня придумали. Глубокая глотка. Это, наверное, туманч, да? Да похрен, да? А что, какая разница? Глубокая глотка. Может, у меня глубокая глотка. Спасибо. Камшот. На полшишечки. Дальше. Оргазм от Лола. Биг Эс. Сквиртик. И порн. 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 Попкорн. Подожди. Поп-порн. Ладно, я женщина, мне не обязательно быть умной. Сейчас еще набухаюсь, еще буду хуйню нести. Ну, меню обычное из виды, только интересные названия коктейлей. Я заказала себе шоты. Знаете, какие? Камшоты. Это же камшоты называется, наверное, да? Вот надо было так назвать. А, хотя здесь есть. Есть камшот название? Нету? Трэш. Вот я должна была быть креативным дизайнером Паши Техника Паба. Я бы называла не шоты, а камшоты. Название коктейлей я вот просто сейчас зачитаю. Не спорь с нами. Ну, это не буду читать скучные, неинтересные, насрать на них. Блев МС, да? Например, это, ну, как бы я буду после этого всего. Блев МС. Таша Корейка Шот. Не пруд колеса. Ну, когда не пруд колеса, сами понимаете, грустно, да? Вот. Очень грустное название шота. А сейчас лонги. Лонг. Антоним. Члену моего бывшего парня. Вот. Так, дальше. Цветочный лох. Это не для Федука. Дырявая Мария. Я знаю одну Марию, она и правда дырявая, если честно. Положенец соседи. Салам, Гагуля. О, мефедроновая сальса. Все знают, что такое мефедроновая сальса в Питере. Я думаю, это какой-то питерский, питерский коктейль такой. Куколт, опять же, да? Вспоминаем моего бывшего, забыть все никак не можем. И чернильница тоже интересная. Это, наверное, вот кто любит ручкой, да, чернильной писать, скорее всего. Про это, да? Первый шот у меня называется «Не спорь с нами». Туда входит сироп имбирный пряник, лимонный сок и тундра биттер. Хрен знает, что это такое. Ну, короче, попробую. Перед... Вот мне принесли уже еду, смотрите. Так сказать, аперитивчик у меня будет шотик. Камшотик. Поэтому давайте. За здоровье молодых. Кто-то же по-любому женится, да? Пиздец, я бухаю днем. Заебись, залетела как родная. Как родная, как родненькая. Вот тут еще осталось. Только лохи не допивают шоты. Ой, сладенько. Отлично, я думаю, как раз перед тем, чтобы начать трапезу. Название других буду говорить по мере того, как я их пью. Я на правильном питании, на диете, поэтому я заказала всего лишь 4 блюда. Всего лишь. Название блюд, которые я заказала. Ну, я по мере того, как пробовать, буду их называть. Первое у нас... Я уже набухалась, я ничего не вижу. Первое у нас баклажан со сливочным сыром 450 рэ. Кстати, я забыла сказать, сколько стоят шоты, а не по акции днем. Короче, 5 штук, 990 рублей. И пиво всего лишь 190 рублей. Но это вообще копейки, мне кажется. Для пива Андрея это вообще... Что за такие... Как будто бы в свое село приехало. Пробуем. Это баклажан, да? Не, ну выглядит, конечно, вообще ресторанная подача, я считаю, да? 450 рэ за это, конечно, вообще. Для Москвы... Нож, нож, блядь, одни ножи. Что-то такая программа на ножах. Короче, тут сыр и мандарины. Такое изысканное блюдо для гурманов, да? Ладно, разрежу все-таки. Баклажан он такой большой. Блин, он выглядит круто. Такой хрустящий. И мандаринка. Я, как критик, высококвалифицированный, с большим словарным запасом, скажу, охуенно, пиздатов, заебись. Тут еще орехами посыпано вообще, просто великолепно. Дальше у нас попкорн из креветок с медовым шрирачи. Я не знаю, что такое шрирачи, я в душе не ебу, но типа как бы попкорн из креветок. Возьму вилку потасканную и облежу просто. Оп. Что вы тратите-то приборы в столовой? Попкорн из креветок с медовым шрирачи. Пробую. Охуенно. У меня нервный тик начался. Хочешь? Ну на, съешь в господа, а то за голоду помрешь. Это пиздец. Это 460 рублей, но я думаю, для креветок это вообще охуенно. У меня у оператора глаза закатились, главное, чтобы они обратно выкатились. Меня мама в детстве пугала, вас пугала. Если будешь косить глаза, так и останешься навсегда. А я все время кашу. Ну вот прикинь, ты косая, а у тебя есть парень, а ты получается, у тебя все вдвойне, а ты получается в троечка ебешься. Прикольно же? Так, очень вкусно, попкорн из креветок советую. Предыдущее блюдо было тоже вкусно, но это пиздец, это реально отвал кабины. Но я думаю, может, шотик хлебану пока ем. Ну, так сказать, что мы сиськи-то будем мять? Сиськи лучше не мять, а сосать, правильно? Так, бай слимус, сироп яблочный, лимонный сок и бурбон. Чтоб хуй стоял и бабки выли. Пиздец. Это, конечно. Хуйня какая, это как будто бы сидр, только с водкой смешанной. Извини меня Джошуа, предыдущий был гораздо лучше, а этот, конечно, сидр с водяра чисто. Так, ладно, надо закусить, да, как бы тут у нас новые блюда подоспели. Мне все сразу принесли, очень быстро все принесли на самом деле. Очень вежливая пациентка, очень приятно. И даже подсветку поменяли, подсвет, который мы попросили, вы приколите, это вообще что за VIP-гости пришли такие, да? Ребротехника барбекю по-техасски. Вот, для истинных наездниц. Так, огурчик сразу можно откушать, да, закусить все-таки надо, вот этот вот сидр с водкой. Огурчик просто реально бомба. Покажи. Прекрасно просто, великое. Тут еще лук. Так, все, давай, рву. О-о-о, ненавижу соус барбекю. Можно я пивком запью? Очень вкусные ребра. Стоит 690, нормально. Когда позвон из педали. Истинная леди, я считаю, истинная. Вот ребро, пивандры, пивандр. Ребра вкусные. Кстати, очень клевые. В басти такие же дороже, и в принципе, по вкусу не особо отличаются. В басти, понимаешь, да? Мы тебя засираем, наш канал на многомиллионную аудиторию. Постыдись, постыдись, да? Охуенно. Ладно, все, я заигралась в игру. Марио. Ребра. Барбекю соус. Огурчик. Еще есть лук. Если ни с кем сосаться не надо. Отлично, идеально, великолепно. Но я думаю, шотик следующий долбану перед следующим блюдом. Мне кажется, у меня соус барбекю на бровях. Ну, а кого ебет, кто кого ебет, да? Чисто, когда штырила шотики днем, и все у меня разнесло. Я с брови соус барбекю убрала. Дальше мы видим, что у меня окосевшие глаза. А что у меня две камеры снимают? Кстати, покажи интерьер. Ну, типа вот это вот все. Там вот покажи, тут картины висят, да? А обои как дома у Хавана. Кстати, Хаван бросил свою телку. Для кого это принесли? Для кого? Для меня одной. Ну, все шоты примерно от 270 до 310. Примерно вот такая ценовая категория. Только последний какой-то вообще, но он на им 170 рублей. Но я не знаю, что там реально. Может быть, конча, надеюсь. Максим Синицын, бренди, сливочный и амаретто. Я не знаю, что такое сливочное, а сиропное, наверное, какой-нибудь ликер. Пробуем. Мама, не смотри. На ваших глазах спивается еще один член общества. Хуета, короче. Хуета. Первый мне больше всех понравился. Я думала, он будет сладенький, вкусный. Он... Очень много спирта, да? Ну, Паша Техник в бар. Понятно. Мне предлагают запить пивом. Очень хорошая идея. Как раз-таки, чтобы вылететь отсюда в говно. Я сегодня вообще не спала, поэтому если я вырублюсь, просто пройду домой, в принципе, нормально. Я сегодня просто ездила на съемки порно, поэтому... Ну, как бы надо зарабатывать деньги как-то, да? Как-то, чтобы вот это все оплатить. Так кто будет платить, да? Конечно же, не я, но все равно. Ну, а дальше у нас, смотрите, что... Бургек называется. Бургек. Паша Техник Пау. Я уже все меню помяла, пиздец. Я не знаю, как они будут в последующем давать людям. Хотя, мне кажется, я не самый безбойный тут клиент. Почему-то этот бургек, а другой называется бургер. Это вообще нормально, а нет? Бургек с сыром бри. 650 рублей. Сыр бри, это, как я понимаю, это мой любимый камамбер. Христос Воскресе. Воистину Воскресе. Подмечали Пасху, да? Яичками. Мерс с собой отчокались. Ой. Цокались. Пробуем. Так, картошечку первую дал. На хрена мне перчатки? Я так... Надо чувствовать еду руками, понимаете? Ощущать вот это вот все. Картошка заебись, потому что она с коркой. Охуенно. Я люблю такая. Пробуем бургер. Ну, булка, конечно, очень толстая. Могли бы поменьше сделать, но похер. Мой любимый сыр камамбер. Я его люблю. Я сегодня на завтрак его жрала. Ну, зафоршмачивалось, да? Ну, а что делать, да? Мы же все люди, не роботы. По мне суховато. Я просто люблю бургеры, я сама их готовлю, поэтому я тонкий ценитель. Но за Биг Мак бы сейчас отдала. Я ничего не советую. Бургер, все, что я пробовала до этого, это прям пиздец охуенно. Типа, это прям по-любому надо брать. Особенно вот эти вот креветки и ребрышки, это очень охуенно. А вот это, ну, ну, фифти-фифти, не знаю. Что у нас едет? Поезд, толкашный поезд, где я уже выпила трюни шота. Ну, короче, если меня звать на свидание, это невыгодно, да? Ну, я просто выбухаю и сожру больше, чем ты, поэтому даже мне пробовать не нужно. Даша Корейка Шот. Я знаю, что многие парни после пластики хотели бы попробовать Дашу Корейку на вкус. Это сделаю я. За Дашу Корейку, чтобы там все нормально было, сиськи нормально ей сделала. Чтобы не переживала, а то она все чисто ноет, страдает. А что страдает? Она выпила, похавала, нормально, спать легла. И так каждый день. Так, тут вы смотрите, вот соус табаско. Наши крикошот. Самбука, текила и табаско. Ну, такой чисто женский коктейльчик, да, получается? Самбука, текила, табаско, нормально. Если я обливаную... Ну, вот, а что теперь, да? Это есть... Это как в Симси базовые потребности. Попить, послать, поссать и вобливать. За вас, за нас, за весь. А, съемку заканчиваем, я уже в мясо. Даша, крик, что ты, пиздец, конечно. Я что думала-то вообще? Там же самбука, текила. Самбука? Которую поджигают. Текила и табаско. Я думаю, что вам этот шот нужно заказывать обязательно вот этим, с этим соленым огурчиком. Без него бы я бы чисто выпилилась бы сейчас, чисто реально. Все, мне было бы каранты. Жестко, но прикольно. Типа, чтобы накидаться, вообще, самое... Ладно, я еще дружусь. Паша Техник Бар, мы держим позиции. Мне кажется, по мере видео просмотра можно наблюдать, как я больше и больше набухаюсь, да? Такая, уже вот, конец. Тебя несет пива на рейх. Вы думаете, я одна обухаю? Нет, конечно. Спасибо большое. Я не одна, у меня оператор тоже тут уже. Третья пива хуячит, между прочим. Поэтому мы вместе вывалимся из этого бара, как две какашки. А почему ты мое поберешь? А свое нельзя? У нас на подходе следующий коктейль-шот, который называется смешной. Очень смешно, потому что я уже в говно в два дня. Мама, не смотри это видео, я в универе, честно. Что входит в смешной? Бермут экстра драй, экстра сухой. Такой же, как и я при виде ваших мужиков. Нет, ладно, увы. Сливочный ликер. Они еще и ликер туда бахают. Подождите, я... Можно в себя приведу? Не, ну и будь трезвая, техник Паби, но это, мне кажется, вообще... Это неприлично, мне кажется. Тут надо быть или обдолбанный, или пьяный. Ликер сливочный и водка. Водка еще. И гринадин. Гринадин, люблю сироп. Он красненький такой, со вкусом граната. Ну, гринадин, типа, вот. Я знаю, потому что в Турции всегда заказывала. Сейчас будет вообще кому-то не смешно после этого шота. Выглядит, конечно, красиво. Под цвет моей кофты. Подбираем шоты под цвет кофты, да? Уровень алкашни, вы такой видели вообще где-то? За удачный выпуск этого шоу. Пьем. Блядь. Очень алкогольный, пиздатый, вкусный. Мне очень понравился этот шот. Мне понравился этот смешной. И мне понравилось «Не зови мне Джошуа». А все остальные прям максимально спритяга. Ну, если хочешь набухаться, карась за какой вкус, да? Ну, вот последний прям ядреный, но пиздатый. То есть он такой крепкий, но уебашил нормально конкретно. Не пейте, люди, вообще это вредно. Не пейте, вообще это ужасно. Надо заниматься спортом. Ну, знаете, я вот думать, алкашка нет. Я тоже, знаете, такая вот утром йога, вечером дорога. За то, что я допила вот эти пять шотов, мне кажется, надо поставить точно лайк. И в коменте написать «Люблю эту алкашку, Катюху, реально». Я даже разбила. Я разбила стакан. Ебать я контент-мейкер. Вот за это тем более, да? Вообще, 10 тысяч лайков. Покажи. 300 рублей я заплачу за эту рюмку, поэтому я устроила дебош. Так это название видео, может такое сделать. А где другие? А вот, нашла. Оп, фокус. Вот так вот получается мы. И закончили это видео. Советую этот бар, потому что цены на блюда, которые реально ресторанного уровня, очень вкусные. Ну, не то, что ресторанного. Не скажу, что я до хера была в ресторанах, но в более-менее таких заведениях, пиздатеньких я бы побывала. Конечно, не за свой счет, а за счет мужика. А что нам девушкам платить, да? Извините. Очень вкусная еда. Алкогольный алкоголь. Приятные официанты. Я ставлю этому заведению 5 из 5. Реально. Ну, потому что, возможно, я бухаю просто в говнину, да? И 5 из 5 так бы я меньше поставила. Ну, а кто сейчас знает, да? Сколько бы я на самом деле поставила, я и не вспомню. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся в других моих видосах. Я целую всегда. Я всегда целую. Потому что, ну, а кто еще поцелует, кроме меня, да? Ну, только мама, если. И еще, знаете, вот процитирую песню Паши Техника напоследок. В аквапарке реально охуенно. Реально охуенно. Чтобы хуй стоял и деньги были. В засос не буду, типа, ну, мы же чужие люди, да, все-таки? Пока!